Собственно, чем мы занимались, это мы занимались в данном отделе чат-бота. Подумали о том, что не стоит останавливаться только на каком-то чат-боте для уютного женского тепленького форума. И, собственно, мы решили, где еще можно это применять. Собственно, в Штатах очень большая проблема есть с Ираном. Сейчас около 19 миллионов, 4 из них уже страдают посткарматическим расстройством. И, собственно, для этих людей это вполне потенциальное решение проблем. Также очень много людей страдают с рейсинги. И это очень большая проблема для работодателей, потому что очень много экономического убытка. Около 50 миллиардов, потому что 290 миллионов только утраченных рабочих дней у этих людей, которые могут спокойно отпроситься на больничный, потому что у него депрессия. Итак, как это работает? Вот человек, который склонный, например, к депрессии, будет каждый день иметь маленький day conversation с ботом. Он будет ему задавать правильные вопросы, ответы на которые скажут про настроение и состояние ментальное человека. Также будут специальные алгоритмы, которые анализируют ответы и определяют, есть ли какие-то проблемы в будущем. Например, опасность, там, впадение в глубокую депрессию или, там, суициды и так далее. Одна минута. И сейчас существуют уже такие боты, и их эффективность пока показана реальными исследованиями, научными исследованиями. И вот, например, показалось, что люди легче открываются боту, делятся своими какими-то настроениями и некоторыми темными секретами и так далее. Итак, датасеты и технология. Существует много формулок психологической помощи, где уже много данных в виде ответов и вопросов для людей с заболеваниями психологическими. Все алгоритмы базируются в основном на регурентных нейронных сетях. И вот, то, что у нас получилось за этот хохотом. Вот мы построили чат-бота Светлана, мы тренировали его на женских форумах, на русских. И вот, это примеры вопросов и ответов, которые вот бот, ответы, которые бот выдавал. Ну, это начало от задачи про депрессию. Вот теперь мы улучшаем бота и анализируем ответы того, кто им пользуется. А вы саму задачу определения депрессии как-то решали, но, то есть, по словам каким-то, по... Ну, мы собираемся это решать по сентименту слов. Если вот человек использует много каких-то негативных слов, возможно, у него есть там... А вы пока еще до этого не дошли. Зачем мы общаемся с чат-ботом, когда можно просто проанализировать, что человек пишет в социальных сетях? Ну, возможно, вот с чат-ботом это будет... Человек хороший чат-бот, с которым мне долго хотелось бы общаться, но это еще лет 20, наверное, надо будет, и искренне больше. То есть, это большинство, но это целый искусственный интеллект. Сирии не хватило бы общаться на день где-то. А для проблем с депрессией тоже решать сейчас. А то, что можно за счет депрессии сконцентрироваться, как бы, анализироваться в прошлом социальных сетях. Да, мне кажется, что вы просто задачи не ту выбрали. Ну, то есть, да, сделать чат-ботом, с которым общаться, как бы, клево, но идея не... Это не долго общаться, это вот каждый день вы заходите... Нет, ну, понятно, вот вы слышали, есть проект, на самом деле, Реплика, который учит твою персонеллити, и ты каждый день с ним общаешься. Вот, и, ну, как бы, ну, тут идея не нова, вот, как бы, интересно было бы решить саму задачу, так-то, вот, с депрессией, по этим данным. Ну, это не сильно рассчитано на длинные разговоры, а такие вот, коротенькие, ежедневные, типа, бут-трекинг. Хипа. Ну, да, собственно, почему с ботом, потому что, ну, были исследования о том, что... Нет, это понятно, ну, логично, да, пробовали. Обязательно, да, это коротенький разговор, просто как бы опросничек, который человек каждый день, ну, вводит, и там уже идет анализ. Ну, ну, просто, вот вы как будто сделали сайт, но, типа, без решения проблемы, которую этот сайт решает. Понимаете, что это стало? Ну, я понимаю, но, как бы, за короткое время это довольно трудно сделать. Да, ну, конечно. То есть главное, что уже есть в этом направлении работы, и они проводятся, ну, может, не так успешно, как хотелось бы, но это... Это... В этом есть большой портный зал, потому что на это выделяется довольно большое рекоменцирование. Хорошо, спасибо. Минута. Еще вопросы? Все, справимся? Спасибо. 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 Продолжение следует...